В сторону поля Маршрут к месту назначения с опытным пилотом занял чуть менее двух часов пути. То, что мы на месте, подсказывали не только навигатор, дорожный указатель, но и бигборд с поздравлениями от команды всем, кто в дороге. В уютном кафе гостей, как вы понимаете, заждались. Местные мастера общепита с волнением оформляли последние детали праздничного ужина. Включился в процесс и саксаганский фермер, подготовив гостям фирменный стейк. Блюдо, которое по праву можно считать одним из главных номеров субботней вечеринки. Сильно не наедайте. Я попереджаю, потому что некоторые попередженые знают, что быстро не наедаться, чтобы потом почувствовать правильный вкус стейков. Чтобы потом не было скарг про то, что не было куда стейк. А стейки, еще раз наголошу, мраморная телятина и осетра. Смажені караси, больше килограмма. Ну там, короче говоря, коли прийде оцей, что и сдевается над мясом, вы будете ставить вопрос, и он будет вам пояснен. Это страва настоящих мужиков. И у нас, например, в Украине мало кто готовит стейки вкусные. Обычно, подошла там, как-то, ну, наверное, вы сами пробовали. Для меня сегодня был финал Лиги Чемпионов. На такую большую количество людей я никогда еще не готовил стейки. А сегодня так вот мы напряглись благодаря девчатам, то, ну, я думаю, получилось. Мені даже весня не могло присниться, что я буду футболистом готовить такие страви. Цей обстановкой в Украине не до пупола было. У меня проснулся госпол, я, мне очень нравится, как Днепр играет, это честно. Даже по телевизору я смотрелся полуфінал, четвертьфінал у Львови. То я останній раз так кричал, когда Днепр играл в фінале Лизы Европы. Ну, я у захват. По бажанню команде. Не устанавливаться, не устанавливаться и не разбегаться. Незважаючи, на якісь там уже встави не будуть. Але команда на сегодняшний день є. И главное, що є гра. Дуже классная гра. Наверняка у зрителя может закрастися вопрос, а как же сборы, режим, диета? Спешим успокоить. Все под контролем шефа медицинской службы команды. Напитки для игроков, компот и минералка. Тренерский штаб и персонал могли побаловать себя бокалом красного. Одним словом, меню согласовано заранее. Во-первых, мы заботимся не только о физическом, но и о моральном состоянии наших людей. Поэтому разрядка, хорошие эмоции, это всегда положительно влияет на результат. Кроме того, все, что мы здесь кушали, провели лично мной, меню составлено великолепно. Но если кто-то немножко переел, то завтра ему придется немножко тяжелее, больше побегать, сильнее попотеть. Но в целом, я надеюсь, что это принесет только положительный результат. Первое слово, как и полагается, взял президент. Подведя итоги года прошлого и дав установку на весенний отрезок сезона. В дополнение, озвучив, что такие встречи он видит в формате традиционных. И если тренеры уже знакомы с местными достопримечательностями, то в таком расширенном составе встреча была организована впервые. Это мой не первый приезд уже у ребят. Если это дебютное посещение вот этого места прекрасного душевного, где живет президент, то у меня уже, наверное, это третий или четвертый раз. И я смотрю, создается прекрасная традиция приезжать сюда, общаться, задавать вопросы, говорить теплые слова. Хочется продолжать и дальше в таком же духе. И хочется, чтобы ребята приезжали сюда часто, чаще. И особенно летом, когда здесь действительно красиво. Сейчас зимой немного все буднично и серо. Летом здесь будет прекрасно. Кто может прервать речь президента? В эскадне парадин, да по существу любой, атмосфера в команде такая. Главное это попасть в нужную ноту. А вот со стороны на звонки Юрий Береза старался в этот вечер не отвечать, подняв лишь трубку на звонок друга из теплой Испании. Ну а далее все присутствующие принялись за дегустацию блюд и тут же, не отходя от стола, сжигать калории, активно участвуя в конкурсах и развлекательной программе, подготовленной представителями саксаганского шоу-бизнеса. Мы просто хвилювание переповнювали на начале всей программы. А потом, когда я увидел, как начали заходить таки люди, как Михайленко, Кравченко, звичайно я зібрався и почав працювати для того, чтобы подорвати им гарный настрій. Складнейше было это робить частинки. Хотели сделать, чтобы людей поднялся настрій, але в тот же час, когда ты людину не знаешь, довольно таки складно, про нею что-то склад, что-то смешное. Поэтому мы делали так и готовились, так, чтобы они посмехались, но ни в каком случае на нас не ображалось. Ну а не было такого переживания, что приедут городские футболисты, а тут такая провинциальная программа, да, и все-таки мы видели реакцию, все получилось, не было такого? Звичайно было хвилювание, это первый раз для такого великого масштаба працювали. Внимая рука нас в пульсо, мы живем. Поехали. И по кругу, о! И по кругу, о! И я, Ярик! Ребята, конечно, очевидно волновались, но в итоге гостей раскачали как следует. В этот вечер на импровизированной сцене зажглась не одна звезда эстрады. Что касается выступлений, то, ну, конечно, Ярик поплавка не может не радовать, и, я думаю, молодежь и новички тоже прекрасно. Ну, вообще, все конкурсы были организованы отлично, и даже ничейный результат игры в «Крокодила» между опытными игроками и молодежью, тоже это было нечто, на это было приятно смотреть. Я находился в конце зала, и тут именно как раз и была эта игра в «Крокодил». То есть говорят, что не прочь внести ее в тренировочный процесс. Как вы думаете? Да, у нас он уже давно введен, только все это с мячом, поэтому тут нет никаких новинок. Футбол игра тоже на реакцию, на смекалку, на ум. Глупый футбол не играют. Тоже я убедился и сегодня, это тоже «Крокодила», молодежь. Может быть, им не хватает опыта в каких-то вещах, но живой ум и хорошее остроумие не позволило им проиграть Сергею Кравченко. Да, не хочу никого выделять, главное, чтобы они на поле выделялись, хорошо работали. Тут в этой команде просто неталантливый, и футболист не может оказаться априори, поэтому, я думаю, они все талантливы, но как кто распорядится своим талантом. Хочу им пожелать очень много работать, слушать тренеров, и я думаю, все будет у них хорошо. Как говорится, из песни слов не выкинешь. На разогреве у стажеров команды выступали опытные футбольные солисты, пополнившие состав СК «Дня Парадин». Бойс-бенд в составе Билыка, Берегистова и новичка обмингруппы Никиты Соловьева. Соловьев, к слову, фальшивил меньше игроков. Наверняка свою работу сделала певчая фамилия участника группы. Ну а далее проверили связки стажеров. Академики Зайков, Литвиненко и Хавайко буквально разорвали зал, исполнив свою версию легендарного хита. Зайков, Литвиненко и Хавайко На протяжении всего вечера участники тепло вспоминали яркие моменты первой части сезона. По-свойски шутили и поддевали друг друга. Ну а в конце вечера главный тренер команды поблагодарил всех за открытость, эмоции, неожиданные актерские таланты и напомнил, что завтра утром очередная тренировка, на которой обязательно будет продолжен праздничный марафон. Но теперь уже со штангой, бегом на длинные дистанции и другими концертными номерами, прописанными в плане подготовки команды к сезону. Мы видим другую сторону наших людей, и я считаю, что такие встречи нужно проводить гораздо чаще, для того, чтобы у нас был единый, сильный, сплоченный корректив. Это очень важно, действительно такая классная посиделка получилась, и отличное настроение. Я думаю, что мы этим, можно сказать, ужином зарядились, наверное, год вперед, и, как уже было сказано, эта традиция, главное, чтобы она сохранялась, и каждые полгода или каждый год мы так вот встречались и с таким же настроением проводили эти вечера. Поблагодарив хозяев за чудесный прием, команда в превосходном расположении духа вернулась в Днепр. Итак, команда пока продолжает готовиться на базе в Приднепровске, после чего проведет два сбора в Турции, с 3 по 17 февраля и с 23 февраля по 8 марта. В эти сроки у команды запланированы 11 спаррингов. Хотим делать упор на качество противников, будем выбирать противников хорошего уровня, сильных. Может быть, первая игра будет противник послабее. Специально и хотим сыграть с более сильным противником, чтобы понимать наш уровень. Начиная с 9 марта команда продолжит подготовку в Днепре. Напомним, что в первом после возобновления чемпионата Туре команда Дмитрия Михаленко 31 марта примет запорожский металлург. Ну а всю информацию о зимних сборах болельщики могут черпать на официальном сайте команды skdnepro1.com.ua